всем привет меня зовут иван это канал юрганов live привет мои подписчики привет гости моего канала ребята этот ролик сегодня будет полезен для тех кто хочет поменять подшипник ступицы я это буду делать на автомобиле toyota on cruiser 100 на переднем колесе правое переднее колесо у меня при езде при движении будет на переднем левом колесе я уже поменял подшипник вот достал и показываю это у нас внешний ступичный подшипник переднего колеса toyota one cruiser 100 если его вот так поворачивать услышите звук как погремушка теперь показываю как выглядит на самом деле обойма посмотрите как она вот вот так вся в щербинах сколок и это называется подшипник вот нас с таким подшипником я ездил это у нас внешняя обойма а это сами ролики посмотрите если вам видно то можете заметить смотрите какие сковы на самих роликах прокручиваем и вот они это нельзя так ездить нельзя доводить до такого и необходимо менять посмотрите ужас если честно уже стоял прям невообразимый я поменял то есть на левом колесе я поменял а сейчас буду менять подшипники на переднем правом смотрите как буду это делать итак показываю что я буду устанавливать на автомобиль что я буду меня такие подшипники и что нет для этого понадобится понадобится вот такой ключ головка на 55 это я буду затягивать и откручивать и закручивать гайки привода понадобится вот такая шайба на привод оригинальная toyota вот ее обозначение дальше понадобится вот такое стопорное кольцо тоже я взял оригинальная ромашка чтобы вот эти лепестки можно было загнуть вокруг гаек обозначение у вас на экране дальше сальник новый сами также буду менять но коски обозначение у вас также на экране возможно говорю возможно потребуется мне вот такая прокладка почему потому что на правый я установил у меня колесо заскрипела бронзовая втулка то есть у меня было в натяг буквально из-за этой толщины прокладки как только я ее убрал все все заработал хотя скажем так она оригинальная toyota и по чертежу она там должна присутствовать на всякий случай показывал вам ее номер прокладка франца привода toyota лангрузер так и подшипники новые это у нас наружный подшипник еще даже не распечатал фирма кое номера у вас на экране и внутренний подшипник внутренний подшипник он побольше нтн номер на экране тоже новенький хорошенький приятно держать рука и ходит достаточно долго все показал что мне потребуется ну и ключи домкрат гайковерт потребуется и даже клепальный молоток а теперь откручиваю колесо и начинаю разбирать а а а а а а Продолжение следует... Только что снял я флянец, вот он так выглядит, вот сюда, я говорил, идет прокладка, вот на это место встает, но на этом колесе я тоже не буду устанавливать, а хочу вам показать, какой идет звук при вращении колеса. Итак, слушаем. Это гудит подшипник. Да, кстати, открывал я, скажем так, флянец, отсоединял, я вот таким клепальным молоточком присоединил, постучал, можно просто молоточком стучать, но это было бы долго, я уже как бы знаю, а у меня есть вот такой КМП-31. И будьте осторожны, что вот такие конусные шайбы, они вылетают. У меня первая шайба, она прям стрельнула, я ее нашел, но мог бы и не найти, поэтому можно, знаете, как сначала гаечки просто до конца не откручиваете, а так наживили и потом уже простучали флянец, и тогда все шайбочки будут у вас на месте. Все, теперь откручиваем гайки, вытаскиваем ступицу вместе с тормозным диском, потом разъединяем их и выпрессовываем подшипники. Снял ступицу, и что я вижу? Я вижу вот здесь, у меня ржавчина, смазка не дошла или как, но в любом случае попадание воды, это уже явный признак, что должна начаться коррозия. А раз вода попадает, возможно, и с водой попадают мелкие частички песка. Вот посмотрите, вот там есть песочек, это я ездил за грибами, в лужи в глубокие, вот видите, иголочки, все как че. Поэтому попадает внутрь подшипником и начинает разъедать. Это у нас была ступица, вернее, это был привод, а вот это у нас ступица. Тоже смотрим, все ржавое. И достаю внутреннюю обойму. Ох, какого она цвета бронзового. Ржавчина, представляете, какая ржавчина. Сейчас я все, вон, посмотрите, все ржавое. То есть, смазка зеленая, а обойма ржавая. Сейчас я попробую отмыть ее и посмотрим, что с нее на самом деле приключилось. Но гудело, вы слышали, как гудело. А сейчас буду выпрессовывать подшипники. Вот, понадобится мне обычная трубка, кусок трубки и молоток. Тоже обычный, простой молоток. Но там есть пазы, скажем так, место, куда можно поставить трубочку вот так и ударить молоточком. Их четыре таких паза. И я попеременно буду стучать то в одно, то в другое, то сюда, то сюда молоточком. И тем самым обойма подшипника будет выходить. Потом переверну ступицу и буду уже выпрессовывать внутренний подшипник. Добавляем ступицу. Отмыл фланец, стал чистеньким, ровненьким, без ржавчины. Это у нас сальник стоял немного наружнее, скажем так, часть со ржавчиной. Ставить я его уже не буду, хотя он вроде как резиночка-то у него и ничего. Так, дальше показываю подшипник. Это у нас наружный, тот, который гудел. Вот, посмотрите, я его отмыл, но смысл какого? Все равно такое ощущение, что ржа начала к роликам прикипать. То есть смазки было недостаточно. И, соответственно, начал нагреваться во время работы. Так, показываю. Смотрите, внутренняя поверхность. Внутренняя обойма с такой прикипевшей чернотой. Это такая же чернота, как и на приводе. Вот, с вот этой стороны, посмотрите. Видите, один в один рисунок. То есть, вот так у нас и стояло. Все прикипело. Вот, это у нас наружный. Внутренний подшипник получше. Его можно было, в принципе, и оставить, но у меня есть новый. Я поставлю новые ролики. Тоже в хорошем состоянии. Можно было, действительно, как я говорю, и оставить. Но поменяю. Дальше. Здесь я все отмыл от ржавчины. Почистил. Дальше. Про прокладку фланца. На этой правой стороне она у меня стояла. То есть, я буквально сейчас оторвал ее. Посмотрите. Наступица. Она была на ступице. Соответственно, я к чему? Что я буду ее тоже устанавливать. А вот и сама ступица. Я ее помыл. Внутри. Здесь у нас будет смазка. Это все буду набивать. Почистил. С одной стороны. С другой стороны. Вот здесь прокладочка стояла. Вот. И, соответственно, сейчас я буду запрессовывать обратным, скажем так, ходом. В обратной последовательности запрессовывать подшипники. Также при помощи молоточка, при этом я буду использовать старые обоймы, обоймы подшипников, которыми я буду забивать, запрессовывать новые подшипники. И прямо сейчас это и буду делать. Смотрите, как это у меня получится. Смотрите, как это у меня получится. Смотрите, как это у меня получится. Буквально несколько минут, ну, минут максимум 10. И все, обоймы подшипников стоят на месте, а при, скажем так, запрессовала их плотно, как и должно быть. Вот пока емочку поту. Это у меня тут наружный, а вот это внутренний. Все стоит на месте. Теперь дальнейшее, что я буду делать, это я набью смазкой изнутри. Полностью хорошенько набью и прикручу тормозной диск, а потом собираю подшипники, уже ставлю на место. Прикручиваю флянец, стопорные кольца ставлю и все будет готово. Итак, погнали. Дальше продолжаем. Посмотрите, какое все как новенькое. Ну, так и есть. Все новенькое. Прикручиваем флянец, стопорные кольца. Сальник запрессовал, обильно смазал смазкой. Теперь можно ступицу вместе с диском ставить уже на вал и прикручивать. Прикручиваем флянец, стопорные кольца. Прикручиваем флянец. Прикручиваем флянец. Только что произвел подтяжку гайки, первой гайки при помощи этого ключа. То есть затянул до того момента, конечно, нужен динамометрический ключ. Но если нету, то вот я вам подсказываю. Я затянул до такого момента, когда я вращаю колесо. Оно с натягом идет, с небольшим натягом. Где-то 2 третьих оборота. Ну, или, скажем так, точнее 3 четверти. Вот самый такой оптимальный момент. При этом через тысячу километров я опять сниму колесо, откручу этот флянец. И эту гаечку подтяну опять до такого же состояния. Чтобы оно крутилось вот с таким, с небольшим натягом. Но, если вы слышите сейчас, то вы ничего не слышите. Потому что подшипники новые. Ни шума, ни скрипа, ни скрежета, ни гула. Просто легко крутится суппорт. Все, продолжаем. Теперь устанавливаем стопорное кольцо, ромашечку. Потом следующую гаечку. Потом уже флянец прикручиваю с прокладкой. Буду с прокладкой, потому что прокладка была. И стопорное кольцо, колесо. И все готово. Итак, погнали дальше. Продолжение следует... Ну все, ребята. Все, я здесь прикрутил. Колпачок почистил. Потом его смазал. Прикрутил суппорт. Все у меня вращается. Так как надо. Ну это привод. Остается только поставить колесо на место. Прикрутить его и можно в путь. Вон оно стоит, меня ждет. Сейчас его прикручиваю и буду ездить. Ну а ребята, это был с вами Иван. Канал Юрганов Лайф. Если вам видео это оказалось полезным, понравилось, обязательно ставьте лайки. Пишите под этим роликом комментарии. Подписывайтесь на канал Юрганов Лайф. Ну, а я рад за вас, что вы посмотрели. Вы рады за меня, что зашли на мой канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. И говорю вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok